Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и мы вновь стоим напротив Иды, и задача у нас помочь ей подключиться к сети. Для этого нужно подключить электропитание, значит, нужно сложить аккумуляторы в ящик под навесом. Первый аккумулятор, я помню, у нас был где-то здесь, да? Так, теперь это можно активировать. Значит, тут три аккумулятора должно быть, да? Хорошо. Второй у нас в загончике. Кстати, интересно, тут, получается, были какие-то животные раньше, когда-то очень давно. Так, и нужен третий. Нужен третий. Ага, вот он. Третий у нас на шкафу лежал всё это время. Подключили. Отлично. Теперь нам нужно... Так, установить на крыше солнечную батарею. Мы берём солнечную батарею и лезем на крышу, куда мы с вами уже залезали в прошлый раз. Так, куда нам включить солнечную батарею? Сюда. Отлично. Что теперь? Включите терминал с помощью пульта. Как всегда, а можно на пульт позвонить? Так, о, у нас заработал наш телевизор. Так, кнопку включения заклинило. Где-то должен валяться пульт. Вот он валяется там. Если б я не знала. По простой и очевидной причине. Одновременное существование двух копий одной личности ставит нас перед проблемами, к решению которых мы не готовы. Печальный опыт прошлых лет убедительно это продемонстрировал. На сегодняшний день единственный выход из ситуации – это строжайший запрет на дублирование и принудительная деактивация уже существующих дубликатов. Для таких нейрокопий предусмотрено надежное хранение и их вероятная активация в будущем, когда будет найдено правовое решение проблемы. Это один из тех случаев, когда... И сломалось. Ида, наш терминал сгорел. Я знаю. Но номер я успела проверить. Успела? Ну и какие новости? Едешь домой? Плохие новости. У меня больше нет права оригинала. Ехать мне некуда. Почему? Меня восстановили. Три года назад иду мэр признали погибшей. И восстановили по резервной нейрокопии. Живет сейчас где-то в Женеве. Что-то нам с тобой не везет. И как она погибла? Сказано, погибла при выбросе дисперотоксина в 2058 году. Значит, теперь ты дубликат? Дубликат. И живу нелегально. Ну, ничего. Придумаем что-нибудь. Придумаем. Конечно. Достанем тебе нормальное тело с ногами. С ногами? И что потом? Потом будем жить тут. Цветочки продавать. Эннебиш, слушай. Когда батарейка разрядится, я хочу, чтобы ты передал мои цветочки в надежную гарантию. То есть в стекляшку и чейку, да. Это надежная эвакуация. Я понимаю. Что? Я говорю, передай, пожалуйста, мой мирочип в камеру какую. Эннебиш, в камеру приливов? Или в камеру снов? Что с твоим голосом? Я не знаю. Что за камера приливов? Ты о чем говоришь? У меня какой-то сбой. Мысли путаются. Но, кажется, прошло. Тебе нужен ремонт. Мне, Эннебиш, ничего не нужно. Меня скоро усыпят. Отключат. И, наверное, надолго. То есть ты решила? Да, я так решила. Ясно. Проснуться и снова уснуть. Тоже вариант. Скорее так. Проснуться, ничего не понять и снова уснуть. Что тебе непонятно? Этот взрыв, например. Я не понимаю, как я с ним связана. Со взрывом? Ты попала под выброс. Просто не повезло. Нет, Эннебиш, все не так просто. Я нашла еще одно упоминание своего имени. Здесь, в базе данных. В истории поисковых запросов. Кто-то искал информацию обо мне. Ну и что? Что в этом странного? То, что это единственный запрос с моим именем за всю историю. И он был сделан за 20 минут до взрыва. А кто оставил запрос? Кто-то по имени Марк. Марк Деринг. Он числился как оператор трансфера. В момент взрыва была как раз его смена. Об этом даже запись сохранилась. И вот любопытно. Что? Судя по этой записи, незадолго до взрыва у них возникли неполадки в автоматике. Примерно тогда же, когда был оставлен запрос. Да, я хочу знать, что там произошло. Что это за запись? Отчет. Он сохранялся автоматически. В нем упоминается какой-то сбой, который не был устранен вовремя. И вызвал изменения в процедуре трансфера. Не знаю, что это были за изменения. Не разобралась пока. Зачем тебе это? Разве это важно сейчас? Для меня важно. Потому что кроме этих фрагментов прошлого, у меня больше фрагментов прошлого, у меня больше чем. То есть... Ида. Эй. Опять то же самое. Мне становится хуже. Все-таки нужно это исправить. Надо же знать причину, чтобы исправлять. Я не знаю, что это. У тебя искажается голос. Если бы только голос. Я не знаю. Причины могут быть разные. Может быть, у меня неисправен синхронизатор. Я слышала о таких случаях. Нейрочипс боилась за того, что ухудшалась связь ДНК. Ну, либо у меня разрушается нейрокопия. Но тогда... Тогда что? Ничего. Пусть лучше это будет синхронизатор. Пусть. Давай заменим его на новый. Давай. Здесь есть новый небольшой. Расстояние небольшое. Скажи мне номер павильона. Я схожу и принесу. Есть. Шестую комнату мягкую. Я понял. Ты тут с ума не сойди. Постарайся. Постарайся. Да. Да. Надеюсь, она сможет нам открыть. Павильон при необходимости. Получается, вот та вот записка какая-то на полу валяется. Так. Нет. Где-то тут была записка про газеты. Из газеты. Вот. Нейрочип, побывавший в сфере 15 лет, восстановить невозможно. Это значит, что конфликт в вопросе право исключен. Владелец чипа погиб. Мы можем уверенно вернуть его к жизни, активируя резервную нейрокопию. Возможно, это как раз проиду было. А может быть, это было про кого-то, кто также погиб при выбросе. Стоять. Как раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот лифт не работает, нужен другой способ добраться до павильона Так, забраться тут мы не сможем, да? Ну-ка, этот активен Может мы как-то перелезть сможем? Хотя я тут не вижу переходов Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, ну мы знаем, что мы можем упасть и разбиться Тут птичьи перья Я поняла, о каких неполадках сказано в отчете Во время трансфера у кого-то из детей не заблокировалась способность разговаривать То есть он просто поговорил с самим собой Со своей копией Ой, господи Да, значит перенос это Не перенос Вернее Это копирование, а не перенос Так, попробуем Можно ли тут перебраться? Опа Так, хорошо Ай-яй-яй-яй-яй-яй Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, занимательный факт За пять падений с высоты Дается достижение Тяжелый день Так, шестой павильон И да, и здесь Вижу тебя, сходи Мы соскальзываем Ну, хотя бы Такой шум Очень шумно Вот Ну, хотя бы она не выключилась Пока мы шли Вот И мы можем попасть в павильон Павильон Магические озера Чтобы получить синхронизатор Соберите 30 оранжевых кубов Бросайте кубы в восходящий поток Используйте бомбы Чтобы разрушать серые блоки Чтобы забрать бомбу Примените оранжевый куб к красному Ну, я надеюсь, что здесь Так же, как и в предыдущей игре Нам дадут возможность Нам дадут возможность Получить куб Получить синхронизатор просто так Если мы провалим задачу По созданию По прохождению Этой самой игры Потому что я Все-таки В своих способностях Очень сильно сомневаюсь Вот У меня Не очень хорошо Получается играть В эту замечательную Игру Фух Игра, где Строятся платформочки Для меня гораздо проще Чем игра, в которой Они разрушаются Итак, у нас есть Необходимая деталь Новое задание Установить Иди Новый синхронизатор Так, если мы скатимся здесь Мы останемся в живых Потому что там же что-то Отвалилось А, ну мы просто Не скатываемся А падаем Тем временем Уже ночь И мы идем Вот почему Обо мне так мало информации 15 августа Был моим первым Рабочим днем Саду Гербер Я приехала сюда впервые Привезла группу детей А через два часа Произошел взрыв Да, удачный Первый рабочий день Конечно Не повезло Так не повезло Лошадку у нас Как и после завершения Каждого этапа Собрали Так что, к сожалению Идем на своих двоих Снова за лошадкой Я не побегу Все-таки от сада Гербер Гораздо проще Добежать Чем каждый раз Бегать за лошадкой Но немножко обидно Конечно С другой стороны Они вот этой вот Очисткой инвентаря Чего добились Чтобы у нас Не забивалось Все палочками И Лошадками Или что Они боялись Что мы не выбросим Ножик Что мы еще Соль брали в руки Такая огромная луна Офигеть Красота Так Скорей Скорей Бежим 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 Интересно Мы все-таки узнаем У нас вот Есть в центре В центре Вот этой вот дырочки Такой же цветочек Как у Ангоца Или нет Так Здравствуй Ида Принес Сейчас Заменю Так Это опять надо Грудную Пластину Свеженький Свеженький Надо было Наверное Ее сначала Выключить Да Ну как Нормально Мысли путаются Нет Все в порядке Ну Значит Помогло Посмотрим Пока нормально Насколько Твоего заряда Хватит Недели на две Может меньше Знаешь Что я нашла Переписку Этого оператора Марка Рабочая переписка С кем-то из коллег В ней Есть странные вещи Вот Например Эннбиш Собирается сказать Мне не очень интересно А нам Во всяком случае Мне очень интересно Ты знаешь Мне Не очень интересно Подожди Это важно Тут про твоих родителей Про кого Про твоих родителей И про меня тоже Вот Послушай Рабочая переписка Речь идет Об исследованиях Передачи памяти Между людьми При помощи Телепатии Телепатии? Здесь так написано Обсуждают Телепатию Упоминают Какой-то Ее побочный эффект Эмперноль Так они его называют Эффект Эмперноль И мы Про него Уже прочитали В предыдущей серии Что за эффект? Это Если я правильно поняла Это ощущение Необычное ощущение Которое испытывает человек Когда излучает свою память И что? Так вот Марк пишет Что когда-то Он очень интересовался Этой темой Подробно изучал Эмперноль Из-за того случая С Идой Из-за того случая? Наверное Мы были знакомы Хотя я не помню Ни марка Ни необычных эффектов И не представляю себе Что это мог быть За случай А что насчет Моих родителей? Это здесь же Он вспоминает Как работал На исследовательской станции Еще до постройки сада В то время Здесь было Совсем немного людей Круг его общения Ограничивался Несколькими коллегами По работе И его монгольскими друзьями Он пишет Это та семья Что живет в юрте Недалеко от посадочной платформы Это же про твою семью Да, похоже А где сейчас твои родители? Давно умерли А что? Наверное Они могли бы нам многое рассказать Может быть Марк им про меня Все в порядке? Да, может быть Может и рассказывал Ида Все хорошо? Все хорошо Это обычное слово Просто заметка Как погода Зябкая или добрая Но мы же искали Другие исследования Семейные записи Письма добрые Так что? Что сейчас было? Опять то же самое? Да, снова Эннебиш Что? Я думаю У меня осталось Совсем мало времени Ты, пожалуйста Помоги мне выяснить Что это за история С Марком Я хочу Чтобы ты разыскал Вещи своих родителей Может быть Найдутся их записи Дневники Я понимаю Сейчас поищу Табах приехал Ох Да, все-таки Значит это было Было повреждение чипа А не проблема С синхронизатором Так Нам Да, нам нужно К Табахе Да-да-да Бежим-бежим-бежим Бежим-бежим-бежим Он опять в ту же сторону Видимо мы Пропустили тот момент Когда он в этого летел Будет дождь Дождь Сегодня? Будет дождь С грозой И смоет в канаву Всех спекулянтов О, он без очков Что случилось? Знаешь, во сколько Обошелся поиск? Не знаю Во сколько Полтора Это много, да? Ну когда еще В Баенхангоре Интернет стоил полтора Я тебе заплачу Не возьму я денег с тебя С нищего Хорошо, спасибо Информация оплачена И доставлена Личным курьером Это очень любезно Так что ты узнал? Так Ну во-первых Садгербер Это вообще Не для развлечений Это больница Я знаю И что там случилось? Были дети-пациенты Так? У одного из них Переполнился контейнер Пассий взорвался Вот что случилось И все? Не спеши История непростая Вот заменили Человеку тело И через несколько минут Он взорвался Ты спрашиваешь Как это допустили? Не проверили контейнер? Но оказывается Проверили И контейнер был пустой А через 15 минут Бах И взорвался То есть капсула вдруг Быстро наполнилась И переполнилась Даже не просто быстро А мгновенно Должна быть причина Должна быть Но ее не нашли Известно, что Трансфер у этого ребенка Прошел с неполадками Так получилось, что Он поговорил сам с собой Пока был в кабине Вот и все неполадки Но почему взорвался? Непонятно Вышел наружу Показатели в норме На вид спокойный Это на видео заметно А что за видео? Видео С камер наблюдения Там все видно Вот он в мтеле Вышел из кабины Вот церемония Ему вручают меч Вот он спускается со сцены И идет вглубь сада Спокойно идет Садится на край клумбы Так Дальше немножко непонятно Что там? Он сидит И к нему подходит Кто-то из детей Маленький ребенок Подходит Что-то говорит Похоже, что ребенку Понравился меч И он его выпрашивает Так Так вот Наш герой Протягивает меч ребенку Держит за рукоять И передает А ребенок пытается Взять меч в руки Но у него не получается Почему не получается? Потому что он берется за клинок А клинок голографический Малыш хватается за лезвие А пальцы проходят насквозь Сквозь изображение Ясно И что потом? Потом? Потом уже ничего Это конец записи Сейчас будет взрыв Вот к детям приближается человек Это оператор трансфера Подходит к своему пациенту И о чем-то спрашивает Тот поворачивается к нему И через секунду взрывается Все Вот такая история непонятная Как его звали? Марк Или Ты про кого спрашиваешь? Про того, который взорвался? Того звали Альбар А второго ребенка? Того малыша? Не знаю Он был из местных жителей Посторонний Неизвестно, как он в саду оказался Мда Ломай теперь голову А я поехал Увидимся завтра? Не знаю Дня через три-четыре Может через недельку Не знаю еще Все, будь здоров Под дождь не попади Подожди, Табаха У меня еще вопрос Я тебе все рассказал Ничего больше про этот сад Не знаю Вопрос не про сад Про моих родителей Вот хочу вспомнить своих родителей И решил Держи Это что? Ключ Он открывает ящик в тумбочке Твоего деда Баджина Откуда он на тебя? Баджин оставил Сказал, если ты однажды Спросишь меня о родителях Передать тебе этот ключ Вот, передаю И больше ничего не знаю Прощай Прощай, Табаха Я думаю, что Тот мальчик местный Который подошел и попросил меч Это был Маленький Энебеш И улетел Так, значит Нам надо Смотреть В тумбочке Что вот там Вот написано Что-то я про Ограничения в 90 километров Прочитала А тут нет Ага Так Ой Какое небо необычное Интересно Это особенности нашего зрения Особенности Изобразительного стиля Этой игры Или Какие-нибудь В небе запущенные Спутники Так Значит У нас тут Баянг Ну короче Тот город Про который они Периодически упоминают Извините А здесь Ничего Да Ага Понятно Значит город в ту сторону Понятно Что ж Пойдем Посмотрим В тумбочке Посмотрим Что у нас В тумбочке Ой Ида Ты как Так Это Вот Эта тумбочка Или Вот эта тумбочка Скорее всего Вот эта Да Так Насадка На фонарик Дневник Дедушки Баджина Ну или Баджины Он говорил Я не помню Внутри Несколько Коротких Заметок Разворот Где Вложена Закладка Густо Исписан Текстом Это Послание Эннебишу Прочту Все записи 18 Августа 58 Вот так Теперь В доме Моего сына Пустота Такой Вот у судьбы Поворот Получился И я не жалуюсь Небу видней А мне молиться За них Остается Завтра С утра Поеду 450 километров Канистру Не забыть Приеду Затемно Там всю ночь Отпевать На утро Уеду Брошу Все как есть 20 Четвертое Сентября Как-то Зачем ты Лежать Но идея Хорошая Подзаработаем Проезд Бесплатный Это тоже Хорошо А как же Шины На мопеде Выходит Менять Не придется Продам Не забыть Достатый В смысле Принесенный Тебя К вопросу Найди Этот Единственный Путь И пусть Моя Скромная Помощь Облегчит Твои Поиски В пути Тебе Понадобится Луч Призрачного Света Чтобы Осветить Дорогу И Мудрая Подсказка Чтобы Принять Верное Решение На Распутье В этом Ящике Лежит Округлый Предмет С ним Ты Добудешь Луч Света В Мудрой Книге Найдешь Подсказку Затем Отправляйся К моей Могиле Встань На Самый Большой Камень И Осмотрись Кругом Используя Луч Света Смотри Внимательно И увидишь Место С которого Начинается Твой Путь Подсказка И луч Попытаюсь Найти Так А что У нас Тут Кожаный Чехол Паспорт На Имя Паджин Далха Чек На Покупку Колеса Для Мопеда Железнодорожный Билет Почтовая Марка Исчезнувшие Насекомые Почтовая Марка Хамбалама Меняет Тело Празднование По случаю Благословения Программы Замены Тел Ассоциации Монгольских Буддистов Свидетельство О рождении Имя Фамилия Чагатай Джамбул Пол Мужской Дата Рождения 4 сентября 53 года Отец Джамбул Баджин Мать Сарнай Балдин Баджин С супругой Так Это Насадка На фонарик Задача У нас Прикрепить Насадку К фонарику Где-то У нас Тут Вот Лежал Фонарик Так Ага А как Чтобы Открыть Сундуки Родителей Следуйте Указаниям Дедушки Баджина Прочтите Причу В книге Под алтарем Разрешите Неподалеку Отвертый Могилу Используя фонарик И подсказку Найдите ключ От сундука Так Книга Под алтарем Это была Тибетская Книга Мертвых Чистое Белое Пламя Так ярко Сверкает Так Слепит Что Глазам Больно На него Глядеть Ясный Белый Огонь Не очень Поняла О Сборник Необуддийских Необуддийских Прич Короткие Поучительные Истории Одна из них Аккуратно Обвинена Маркером Путь Ситра Ситрасаны Однажды В ночном лесу Э Однажды В ночном лесу Девушку По имени Ситрасана Посетила Странная Мысль Она вдруг Поняла Что не знает Кто ее родители Не может быть Чтобы у меня Не было родителей Должно быть Я их просто забыла А они Наверное Ждут меня Дома Подумала Девушка Простите В какую сторону Мне идти Чтобы найти Родительский Дом Спросила Ситрасана Бродягу С недовольным Лицом Не знаешь Куда идти Иди на свет Я всегда Так делаю Ответил Бродяга Стряхивая Сажу Со своей Дымящейся Главы Ситрасана Огляделась На востоке Сквозь стволы Деревьев Пробивались Лучи Восходящего Солнца Наверное Там мой дом Решила Девушка И направилась К свету Весь день Солнце Указывало Ей путь Но вечером Скрылась За горизонтом На небосвод Взошла Луна Постояв В растерянности Девушка Пожала плечами И пошла За луной Однако Наутро Луна Растаяла И ее Снова Сменило Солнце Ситрасана Нахмурилась И повернулась К солнцу Буду идти Пока не найду Решила она Шесть суток Ситрасана Борела по лесу Чередуя солнце И луну Меняя направление Пока не вышла На поляну Залитую Призрачным светом Простите Откуда идет свет Я не вижу На небе Ни солнца Ни луны Спросила она Будду Который слушал Музыку Из радиоприемника Будду указал Пальцем в небо И вернул регулятор Громкости В прежнее положение Девушка Смотрела наверх И увидела Над собой звезды Она улыбнулась И подумала Красивая какая музыка Я ничего не поняла Хочу бы знать Где могила дедушки Там вот что-то С Тряпочками Обмотанными Может быть это он Да Это он Родился в 2003 Году Могильный камень Это он Так Куда нам идти Ой Не потеряй И не сломай Может нам К луне Надо идти Мне кажется Я что-то Неправильно поняла Попробую вернуться К могиле И начать заново В притче Девушка Сначала шла За солнцем А потом За луной Но у нас Сейчас только Луна есть Может быть Какой-нибудь Рисунок солнца Нам требует О Так Солнце Мы идем по солнцу Так Теперь нам нужна Луна Мы идем По луне Так Теперь нам нужно Солнце Снова Мы идем По солнцу Дальше нам нужно Идти по луне Мы идем По луне Теперь мы идем По солнцу По солнцу Мы идем По солнцу Теперь мы идем По луне Мы идем По луне О Так И снова Идем По солнцу По солнцу Боже Я потеряла Дорогу Так Я попробую Вернуться Если я найду Конечно А Вот Что здесь А Терминал О Здесь ответ На твой вопрос Какой вопрос Мы нашли ответ На вопрос Не понимаю У нас должен быть вопрос Некий Но мы шли Так Мы что-то упустили Так Мы должны были чередовать солнце и луну Правильно? По идее правильно Так Давайте начнем заново Продолжение следует... Кто я? Наверное, это и есть вопрос Который я искал Да, видимо Я каким-то образом Пропустила одну И сразу пришла туда Да? А нам Теперь Как раз к этому ящику А вот и он Кто я? Правильно, Эннебеш Кто я? Этот вопрос ведет К тайне твоего прошлого Ты в шаге от тайны От давних Загадочных событий Значение которых Осталось недоступным Моему пониманию До конца жизни Быть может Раскрыть небесный замысел Уготовано лишь тебе Я обещал тебе Ключ к сундукам Где хранятся вещи родителей Ключ перед тобой С ним я передаю то Что хранил в памяти Много лет Да, в сундуках С того дня Дом моего покойного сына Стал приютом для тебя Иоанн Гоца Меня не оттолкнул Странный вид Ваших тел Не мне судить О замыслах неба Смутился я Месяцем позже Когда разглядел В твоем лице Черты Чагатая Навсегда прощаюсь Дед Баджин Пустой конверт Ключ Исследуйте сундуки Да Странный вид Ваших тел Значит У меня в груди Такая же штучка Как Птица Уан Гоца Наверняка Сундуки Очень тяжелый Нужно вынуть вещи Чтобы его сдвинуть Седло Не падай Это все Читать придется Или как О старое радио Ничего себе Какое старое Это наверное Даже не нашего Дедушки А Его родителей Стороннее присутствие Почему внутри сфер Тело человека Разрушается быстрее Любой другой органики Попытки исследовать Это явление Не только не приближают Нас к ответу Но наоборот Наполняют картину Все более загадочными Деталями Результаты наблюдений Указывают на то Что разрушение органики Это только часть процесса Лишь его начальная стадия За ней следует Нечто гораздо более удивительное Чем просто разрушение В пузырящемся киселе Из уничтоженной материи Непостижимым образом Начинается создание Новых органических образований Это жутковатое таинство Длится всего мгновения Крохотные фрагменты Образовавшейся материи Распадаются Так и не приняв Сколько-нибудь осмысленной формы Что это? Какие механизмы Скрываются за этой Созидательной активностью? И что именно там Создается? К сожалению Пока очаги выбросов Остаются недоступными Для измерительной техники Наши шансы понять Происходящее Ничтожно малы МПР-0 Странные ощущения Удивительная природа Вавилонского эффекта Пассиум 433 М в квадрате Необычные свойства Ядра горького изомера Пассия С этой стороны То же самое Вернем ваш прежний облик Трехмерная печать Лицевых масок Точное воспроизведение По генокопии Так А тут есть Ой А где? Где предыдущие журналы Которые я выкинула? Так Ладно Теперь сундук Можно сдвинуть А вот они Эти журналы Так Значит Здесь Присутствие А с другой стороны Тоже реклама Вернем Ваш прежний облик Ракета Ее можно запустить И у нас получено достижение Астронавт Какая здоровская игрушка Мне нравится И она даже не одноразовая Класс Хьюстон У нас нет проблем Так Ну вернемся Коробочка Конверты Конверты с письмами В одной из переписок Упоминаются Марк и Ида Я уже писала тебе о нем Он работает тут недалеко На станции Так вот Пару лет назад Он познакомился с девушкой Говорит Виделись с ней всего раз В компании друзей И как-то так Она на него посмотрела Что с тех пор Этот момент ему снится Марк говорит о каком-то Вавилонском эффекте О необычном ощущении И о том Что это ощущение сейчас Изучает целый институт А мы с Джамбулом смеемся Ощущение самое обычное Марк Мы его давно изучили Бросай свою науку И поезжай к Иде Пока она себе тело не заменила Говорите с Идой Тут больше ничего нет Состояние влюбленности Нашел Вы с Марком Виделись однажды Да Я уже знаю Вспомнила Как это было Марк вспоминал О каком-то особенном моменте Я не запомнила Ничего особенного Ну кроме Одного странного Ощущения Ощущения? Да Иногда меня посещают Необычные чувства Оно чем-то напоминает Тревогу Но только отчасти Не знаю Как правильно его описать Грустное Приятное ощущение В тот вечер Оно возникло снова И Скорее всего Вавилонский эффект Да И что? Эннбиш Я сейчас выключусь Погоди Мы с твоим прошлым Еще не разобрались Уже не разберемся Не успеем Мне тут Сообщение пришло От кого? От моего Нера-чипа Шлет мне письма Красными буквами Пишет, что разрушается А знаешь, что я умею? Что? Могу разделяться На две половинки В каком смысле? Когда я выключусь Моя верхняя половина Отсоединится от ног Зачем? Сама не знаю Такое тело Так устроено Могу показать Смотри Подожди Не нужно Ида, послушай Слушаю Может быть Еще найдется способ Все исправить Все исправить? Ну Есть такой способ Нужно отправиться В прошлое И передать Четыре цифры Профессору Коху Вот тогда Все исправится Все Все исправится Ида сломалась А юрт-то у нас Протекает Нейрокопия Иды Разрушена Вы можете Привести Иду В чувство Направив Электроразряд В нервное сплетение На ее спине Отнесите Иду К мощному Источнику Электричества А где у нас Мощный Источник Электричества? Может быть Тут Я помню А Ага Вероятно Нам надо Бежать Туда Куда Бьет молния И тогда Может быть Мы сможем Ее Привести В чувство Как это Сказать Ага Ага Продолжение следует... Так, и куда бьют молнии? Так, добавлено новое задание. Закрепите Иду в вертикальное положение в центре разрушенной клумбы. Если зафиксирую Иду вертикально, не успела прочитать. Реанимируйте Иду, использую электрический кабель. Так, хорошо, а где кабель? У меня палки есть, палки есть. Так. Где кабель? Ага, вот он. Ай. К спине, да? Ай! Меня ударило током. Так, Ида закреплена. Кабель здесь. Я не снял крышку с ее спины. Ай! Сейчас долбанет. Долбануло. Я застрял. Так. Сняли крышку. Быстрее за кабелем. Сняли крышку. Так. 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, как вам Мне, в общем-то, история эта очень понравилась Нравится И мне было интересно На протяжении всех этих серий Рада также, что Ютуб не посчитал Эту замечательную музыку в финале Каким-то нарушением прав И мы смогли ее вместе с вами послушать Ну и Всем спасибо за просмотр И до встречи в новых играх